Ну да, вот мы сейчас как раз в прямом эфире и будем говорить, какая хрена разница. Так, ну дальше. Ты уже вытянет или нет? Да ну да, вышло. Так, что ты хочешь на обед? То есть смотри, ты в 7.30, у тебя завтрак. Мы с тобой определили, что ты ешь. Значит, черный хлеб, ты берешь курицу, ты берешь салат и ты берешь творог. Ну да. Ну знаешь, сколько ты возьмешь. 60 грамм ты возьмешь творога и чашку черного кофе или чая. В 7.30 во сколько ты потом хочешь и будешь есть? Через 3 часа, через 3, да? 7.30. 8.30, 9.30, 10.30. 10.30. А вообще ты любишь первое блюдо? Да, но я бы его на обед принесла. Сколько ты раз в день ешь первое блюдо будешь есть? Один или два? Два. Так, все, тогда переносим на обед. Значит, в 10.30. Что бы ты хотел съесть в 10.30? Мясо или рыбу? Ага. Ну, наверное, рыбу все равно. Так, значит, ты берешь дорадо. Половина дорадо, приготовленная на тефлоновой скороди без добавления масла, как раз вот и будет 100 грамм. А эти на гриле сделать? Можешь на гриле делать, вообще без проблем. То есть ты берешь дорадо, ты делаешь салат, любой какой ты хочешь. Вообще вкусно с рукколой. То есть к рыбе рукколой, помидор, черри. Ты делаешь 150 грамм такого салата, там салат прям бодия будет. И ты к рыбе берешь рис. Возьми риса. Ну, возьми, блин, 100 грамм риса, допустим, отварного риса белого. Я, честно говоря, просто немножко беру. Но лучше брать больше, чтобы потом не хотеть бы... Возьми больше, конечно. Возьми больше риса, возьми 100 грамм риса, допустим. Пусть у тебя будет завтрак по максимальной порции сложной углеводы. И пусть у тебя будут по максимальной дозе опять 100 грамм. Ты берешь этих углеводов. У нас сложные углеводы максимум 100 грамм. Ты возьмешь тогда вот в 10.30. То есть у тебя будет рис, дорадо и у тебя будет салат с рукколой. Но я не знаю, мне кажется, можно туда еще... Вот я бы добавила половину яйца. Или можно... Да, да, то есть или можно просто... То есть типа десерт сразу? Можно сделать типа яйцо пашот, но оттуда половину там желтка там убери. Или если маленькое яйцо, ну возьми одно яйцо. То есть вот это у тебя будет как десерт. Красивое получится блюдо. То есть ты делаешь салат с рукколой, с помидоров черри. Сверху у тебя яйцо пашот маленькое. У тебя рыба и у тебя рис. Вообще офигенный вообще второй прием. И таких 5. Да, да, да. Реально прям тазик салат. У меня тут вот... Не у меня, а короче фитнес-туре. Рассказываем. Мы на Сицилии. В частности Юлия Калачева. На Сицилии фитнес-туре у Буэна Ксюши. Вот. Я сейчас общаюсь с девочками, участницами тоже фитнес-тура. Юля, Светлана. Вот. Мы сидим на пляже. И Света у меня участвовала в марафоне стройности. Вот. Постранела она на 8 килограмм, да? На 8, да? На 7. Да. Вот. Видно-те? Да. Живот висит. Так не могу пока. Короче, она дальше хочет продолжать это все делать. Правильно? И живот висеть не будет. Если она месяца... То есть она приедет сейчас в Сицилию, взвесится. Интересно, потом напишешь, сколько ты набрала. Потому что здесь мы, признаюсь честно, мы не соблюдали вообще. Мы, то есть, вернее, мы сейчас тут не соблюдаем, мы придерживаемся. Но строго мы не соблюдаем здесь питание. Нет, я не в Энгельсе, я на Сицилии, в Италии. Вот. Сейчас вам покажу пляж. Нет, я не в Энгельсе. Вот. И я тут в Цвете сейчас вот помогаю составить меню. Помогаю составить я меню. Ну, исходя лично из ее предпочтений. Так, вон у нас там Юлек. Она меня тут обучает немного. Фото. Фото, так сказать, для инсты. Вот. А Свет сейчас сходили на прекрасную локацию. Сделали фотки обалденные. Ну, потом покажешь. Я потом посмотрю. Вот. Беременным нет, не подойдет такое питание. Вообще, это питание подходит всем. Но я даю это питание с низкой калорийностью. С пониженной калорийностью. То есть, если у вас... Вы будете стройнеть и худеть только в том случае, если у вас будет дефицит калорий. Вот. Беременным нужно придерживаться другой калорийности. То есть, на дефиците быть нельзя. Вот. Поэтому ни на грудном вскармливом, ни беременным питание не подходит только из-за того, что там низкая калорийность. Вот. То есть, если вы возьмете более высокую калорийность и будете придерживаться, допустим, такого питания, то все у вас будет отлично. Но граммовка опять там вся соответствует именно тому, чтобы держать низкую калорийность. Какая у нас калорийность? Это я все рассказываю, даю границы, коридор калорийности. Это все я даю девочкам и мальчикам тоже на марафоне стройности. И вот в этих пределах, кто держится, тот в месяц постройнее, в зависимости, конечно, от своего первоначального веса. Ну, гарантированно это 3-4 килограмма. 3-4 килограмма за месяц можно потерять очень качественно. Причем где-то 2,5 килограмма уйдет именно жира. Именно жира с вашего организма. Кило месяц, кило триста. А она потому что все равно нарушала. То есть, 100%. Чуть-чуть была. Там за неделю... А, нет, нет, неправильно. За неделю у меня кило триста, за месяцами четыре. Вот, вот, вот. Да, да, да. Я такая думаю, что-то нифига не может этого быть. То есть, там гораздо... Я прям голову даю под обрез. То есть, если ты будешь все соблюдать четко, то есть, у тебя лично вот в месяц уйдет где-то 3,5 килограмма. Это прям 100%. К чему я тебе сказала, что ты за 2 месяца похудеешь на 5? Потому что у тебя уйдет, потом будет мало уходить. То есть, во второй месяц при твоей вот фигуре, при том, что у тебя, может быть, там 2-3 килограмма там лишнего веса, то есть, у тебя, конечно, второй месяц уйдет меньше. Вот. Но в первый месяц, то есть, 4 килограмма, это 100% уйдет. Я просто... Это питание вообще знаю как свои 5 пальцев. Я могу уже 100% сказать, что у кого сколько килограмм уйдет, глядя просто на человека. Так, вот, значит, мы с тобой... Сейчас я Свете просто помогаю расписать ей индивидуально ее меню. Но так как мы с ней вот тут общаемся, мы вместе в фитнес-туре, и поэтому, соответственно, я ей сделаю вообще просто вот из-за того, что она мне очень импонирует. Вот. Вот. А так, конечно, нет, я не составляю вообще отдельно никому меню, и, наверное, не буду составлять. Я хотела сделать вип-программу. Блин, ну, скорее всего, просто не смогу чисто физически. Это уйдет очень много времени, а так как у меня есть еще основная работа, то есть, пока, наверное, я к этому не готова. В дальнейшем, может быть, и буду делать. Вот. Так, значит, это мы пол-одиннадцатого, пол-двенадцатого, пол-первого, пол-второго. То есть, где-то пол-второго-два ты обедаешь первым блюдом. Что ты делаешь? Ты берешь борщ, но ты можешь взять его и 300 грамм борща. То есть, ты посмотришь, как ты захочешь есть. Но я думаю, что после риса, большой порции рыбы, ты уже, у тебя не будет такого прям чувства голода. Короче, ты тогда берешь 250 грамм борща или супа, ты делаешь себе салат. Но я лично делаю 150 грамм. Почему нужно есть первое блюдо? Почему нужно есть? Во-первых, мы его готовим по определенному рецепту. Вернее, мы готовим первое блюдо по своему рецепту, но кое-чего не добавляя. Вот. Из определенного мяса. Это я все говорю, участникам марафона рассказываю. Получается калорийность. Я сама лично высчитывала несколько раз. Короче, калорийность борща, который мы едим на мясе, на мясном бульоне, получается 30 килокалорий на 100 грамм. 30 килокалорий на 100 грамм. Поэтому, съедая тарелку борща 250 грамм, как я все время, допустим, ем, это получается 75 килокалорий. И так как в первом блюде у нас все-таки первое блюдо имеет высокий гликемический индекс за счет того, что там разваренные овощи. То есть там разваренная вот эта картофель, там нет клетчатки. Это уже при варке овощи превращаются вообще просто в простые углеводы. Поэтому мы обязательно первое блюдо должны есть с салатом из свежих овощей. То есть салат мы делаем, едим. И ты можешь, ты даже на десерт, что ты хотела? Что-нибудь сладенького. Ну, знаешь, берешь шоколад Ред. Да, ну да. И этот шоколад, то есть ты ешь шоколад Ред, там получается, в принципе, достаточно большая плитка. Шоколад Ред имеет калорийность в два раза меньше, чем обычный шоколад. Так, вот. Так, сейчас я немного отвечу на вопросы, а потом тогда, да, мы с тобой. То есть мы сделаем тебе три приема. Просто мы еще, наверное, сегодня вечером, может, не сегодня, а завтра, да, мы возьмем бумажку, мы возьмем ручку. И мы со Светой все это запишем, что вот мы, что она захотела, допустим, да, есть. Ну, пусть там в течение двух дней по приезду она будет это есть. Мы с ней прочитаем калорийность. Мы с тобой прочитаем калорийность. Может быть, где-то придется урезать, где-то придется прибавить. Вот. И мы с ней подведем итог, какая у нее получится калорийность вот дневного рациона, который я тебе вот помогу составить из того, что ты хочешь. Посмотрим, что там будет у нас и сколько получится у нее приемов пищи. Ты когда спать ложишься? Часом 12. Часом 12. Значит, у тебя должно 5-6 приемов, это должно быть прям как здрасте. Вот. На марафоне стройности никто у нас не голодает, у меня, вернее, никто не голодает. Если у Светы выпадет по времени, так, пол-второго, пол-третьего, пол-пятого, у тебя будет прием пол-шестого, пол-седьмого, пол-восьмого, пол-девятого, пол-десятого, пол-одиннадцатого. Короче, последний раз она будет есть пол в 10-30. Она поест. Очень вкусно. Очень вкусно. Она покушает. Она съест стейк из индейки или из курицы. Может, она съест креветки. Может, она съест тоже дорада, сибас. Она может съесть с красивым салатом из рукколы, болгарского перца и помидор в черри или из салата помидора огурцы. Вот. И она может съесть еще что-нибудь. Ну, допустим, там. Чтобы я съела, допустим, но я бы, наверное, все-таки съела салатик из морковки и яблочка, посыпанный сахарозаменителем фит-парад. Вот. Или с ложечкой с небольшой какого-нибудь низкокалорийного йогурта данон. Вот так бы я съела. Легла спать, а утром я встала бы на весы и увидела там минус. То есть, если у меня, девочки, кто не ест, как я рекомендую, последний прием пищи, тот встает с плюсом или вообще с нулем. Вот. Поэтому, кто выполняет рекомендации, тот будет стройнеть. И за счет того, что в день горит на таком питании 70 грамм жира. Жира. И поэтому тело становится более рельефным, красивым. Улучшается настроение, потому что у вас поддерживается... Уровень сахара в крови у вас не скачет. У вас нет никаких прыжков. Из-за того, что мы контролируем потребление простых углеводов. Вот. Так, прочитаю пока вопросы. Прочитаю пока вопросы. Я пока позагорать. Да. Не продолжим, пожалуйста. Так. Вот этот вот пляж такой красивый. Так, всем привет. Да, очки классные. Так. Так. Почему не снимайте очки? Кто сказал, что я идеальна во всем? Я что-то не пойму. Что за бред? Я никогда не говорю. Вот я поэтому очки не снимаю, потому что я такая страшная без них. Это вообще просто вилы. Поэтому я их и не снимаю. Вот сижу в очках, чтобы вас не пугать. Понимаете, мои дорогие? То есть как же так? Вы выйдете в прямой эфир, я там без очков. И вы сразу же выйдете оттуда, испугавшись в мое страшное лицо. Так, ну я немного повеселила, да? На самом деле, на самом деле я очень стеснительный человек. И поэтому стараюсь избавиться вот от этого качества. Но в наше время оно не очень-то, наверное, может быть и нужно человеку, чтобы добиться чего-то в каких-то сферах. Скромность, наверное, в наше время нужна, может быть, только в определенные моменты. В основном скромность не нужна, чтобы добиться успеха и продвижения своей страницы в Инстаграм. Так, встану, наверное. Так, сейчас читаю вопрос, сейчас переведу. Читаю вопрос, что... Здравствуйте, моя подруга, записался в ваш марафон. Ее зовут Инна. Так, ее зовут Инна. Ни хрена я не вижу. Сейчас. Посмотрели на нее. Пожалуйста, она тайком ест свиные уши. Это очень вкусно, правда? Попова, привет, я знаю, что ты смотришь. Так, тайком ест свиные уши. Слушайте, ну я, в принципе, уже сказала, что на моем марафоне стройности можно есть и свиные уши, и бычий хвост. Вообще без проблем. То есть я расскажу, как это все правильно сделать. То есть если она любит свиные уши, ради бога, пусть их ест. Я просто скажу, по какой схеме. Все, вообще нет проблем. То есть можно вообще все есть. Торт Наполеон, мороженое, все абсолютно. Но нужно знать, в какой это все делать пропорции. Конечно, никто не говорит, что вы этот торт Наполеон съедите прям целиком. Я расскажу, как мы все это будем с вами употреблять. С 14 июня начнется марафон стройности. Стоимость всего лишь 950 рублей. Главный приз 10 тысяч рублей, вы понимаете? То есть я для вас специально даю еще плюс большую мотивацию для того, чтобы вы выполняли все рекомендации. И, соответственно, представляете, через 21 день вы постройнеете на энное количество килограммов. И плюс еще кто-то хапнет 10 тысяч рублей. То есть это, я считаю, вообще прям бомба будет. То есть похудеть, да еще 10 тысяч заработать. Так что вот. Вот такие дела. Мы на городском пляже. Остров в Сицилия. Такой вот городской пляже. Что, ну что, мы сплаваем, что ли, да? Мне надо отрабатывать. Мне надо отрабатывать. Вы когда поплывете, вы мне не говорите. Мы просто двоим. Я лично боюсь просто отходить, что тут сумки как бы у нас все тут не сперли. Вот что. То есть если кто-то останется следить. Блин. Я больше боюсь, когда акула за ногу хапает. А, у меня тоже, у меня супруг тоже. Он не плавает далеко из-за того, что он думает, что кто-то его что-то укусит. Ну, наверное, не за ногу, а он переживает с другого места. Что-то ему кажется так, что кто-то его что-то укусит. Так. Вода вообще шикарная. Так. Подписчики. Вы знаете, мне, в принципе, иногда я даже специально пишу какие-то провокационные посты. Специально, чтобы была негативная реакция у людей. Вот меня очень вообще просто обрадовало то, что была большая переписка у меня на пост, где я села в Фиат. И типа того у меня там вот вывалился кошелек, да, с деньгами и бутылка с водой. Значит, одна мне пишет, что якобы она думала, что я нормальная, я опозорила Италию, вот, как я так забрякалась, значит, в автомобиль, что я вообще бессовестная, что необразованная, тупая, взяла и села в чужой автомобиль. Мне просто это смешно. Во-первых, у меня такой автомобиль, что часто очень в Саратове люди, просто молодые люди часто фотографируют мой автомобиль и около него фотографируются. Вот, то есть если бы у нас была благоприятная обстановка, в принципе, криминальная, да, я бы и не закрывала свое авто. Ну, если, допустим, девушка хочет сфотографироваться и отметить вообще еще и меня, мой автомобиль в Инсте, то я бы вообще его не закрывала бы. Ну, стоит он и стоит, у меня машина припаркована все время на автомойке. Вот, ну и пусть там все сядут и сфотографируют, какие проблемы. А уж тем более тут Европа, Италия, то есть подъехал этот старый ФИАТ, припарковался с открытыми оконами, с открытыми дверями. Да, вот я такая деревня, приехала ФИАТ и такого ни разу не видела, захотела там снять видос. Ну, это типа того, и на самом деле это совершенно все не так. Я специально сняла такое видео, чтобы вот много комментариев и лайков на это видео. Вот, а кто-то там прям воспринял это все серьезно. Да не воспринимайте вы всерьез вообще Инстаграм, если так вообще. Это просто недалекие люди думают, что все, что там выкладывается в Инстаграм блогерами, что это так и есть. На самом деле нет, абсолютно. Большинством блогеров выкладывается вообще просто вообще левая информация. Я отличаюсь, может быть, от большинства тем, что у меня в принципе в основном, ну кроме таких вот шуточных видео, да, в основном все-таки я даю информацию ту, которую проверила лично на себе, на своем опыте, вот, и на своей практике. То есть я не обманываю, вот, из-за этого мой марафон стройности может быть и такой популярный на самом деле. И в основном, то есть что я там даю? То есть я даю питание, которому сама обучалась достаточно длительное время, которого сама придерживаешься уже пять лет, вот. Вот, обучение, на которое стоит в Москве от 100 тысяч рублей за шесть занятий, вот, я дам буквально в течение 21 дня у меня будет порядка 10 прямых эфиров. Вот, и первый прямой эфир будет, где я буду читать лекцию, два часа он будет продолжаться. Поэтому вот так вот. А, и у меня вот еще за мной видео, я все-таки сделаю это видео, просто мне придется потратить долгое время. Будет видео, как худел мой муж, и похудел на 13 килограмм. На 13 килограмм за два с половиной месяца у меня Володя, супруг, вот, буквально после приезда из Сейшел, он скинул 13 килограмм. И у меня каждый день есть отвес на весах, сколько у него уходило, как все это было, какой он был и какой он стал. Так что это видео я сделаю и запущу его, наверное, на IGTV, IGTV, вот. Так что всем пока. Вов, если ты меня смотришь, я тебя очень люблю, вот, я просто ни хрена не вижу, кто там что-то пишет, тут такое солнце дикое. Вот, всем всего самого-самого хорошего, если я вам не нравлюсь, то не пишите мне чушь всякую, да, не засоряйте мою страницу, просто отпишитесь от меня и все. Я буду этому очень рада. Просто тратить времени на ваши комментарии, отписываться, вам отвечать, мне тяжеловато, я на отдыхе. Все, всем пока, всем всего самого-самого хорошего.